Девушки отдыхают Леди и джентльмены, пусть же те, кто хочет покинуть здание, покинуть здание, проделают это как можно тише. Спасибо. КОНЕЦ КОНЕЦ Внимание! Всем занять свои места и быть предельно собранными. Притушить свет в зале, не мешайте, Норман. Снимайте свет в зале, пожалуйста, свет на сцену. Актерам приготовиться к выходу. Давай, Литавр. Начали. КОНЕЦ Кого-то ждут на сцене, мистер Оксенбел. Оставьте ваши шутки при себе. Я думал, что герцог альбанский нравится... Черт, прости. Как тебе мой выход? Ну, с объявлением. Все нормально. Ты так считаешь? Ты думаешь, они не заметили, как я оговорился, кто хочет бежать? Так я был готов сквозь землю провалять. Все в лучшем виде. Серьезно, серьезно? Да. Спасибо. Все хорошо. А вам как-нибудь? Лучше, чем мистер Девенпорт. Серьезно? Вы так считаете? Вы были восхитительны. Я ужасно не вычин. Он сказал что-нибудь? Нет. Пожалуйста, миледи, приготовьтесь. Скоро ваш выход. Сэр Джон, скоро фанфары и ваш выход. Пожалуйста, приготовьтесь. Сэр Джон, скоро фанфаром. Вставайте, сэр. Ну, вставайте. Сюда идет король. Вставайте, сэр. Сэр, реплика. Ваш выход, сэр. Ну, выход. Ваш выход, сэр. Миледи вышла, ей уже аккландировали. Король. Идет сюда. Сэр Джон, уже второй раз звучат фанфары. Пожалуйста, поднимайтесь. Подтяните. Норман, ну, поднимайтесь. Встаньте, сэр. Ну, встаньте. Я прошу вас. Сдается мне, я вижу короля. Я вижу короля. Нет, вы встанете, сэр. Сэр. Что случилось? Чаю, чаю, чаю. Давайте, сэр. Сейчас. Подтяните. Сдается мне, вот он идет, со свитой. С ним сотни рыцарей, охраной. Угрюмый, все одеты в блеклые тона, как бледный вереск, цвет отчизны нашей. Сдается мне, я вижу короля. Из лагеря, из нашего ручка, а лагерь далеко. Все впереди, как-то у нас в обычной. Наверное, отдыхает он сейчас, ведь он уже улыблен в Магадане. Сэр, мы встанем, сэр. Встанем. Родной отец, я гонорилья, дочь твоя, давно гляжу, гляжу, гляжу. Вот, вот, он идет. Наконец-то. Нет, нет, мне показалось. Коль будет мне на то соизволение Марьеры, пойду в крюну поближе, идет он или нет. Взгляните. Ну что, идет он или нет? Идет, не уходите со сцены. Сэр, главное, первую репку, первую репку запомните. Сходи за королем французским глостер и герцогом бургундским. Все, 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 дальше будет все хорошо. Давайте, сходи, значит, сходи за королем французским глостер и герцогом бургундским. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует... Сходи за королем французским Глостер и герцогом Бургундским. Хорошо, мой государь. А мы вас посвятим в заветные решения наши. Глубже. Подайте карту мне. Я так вам отомщу, злодейки, ведьмы, что вздрогнет мир. Еще не знаю сам, чем отомщу, но это будет нечто ужаснее всего, что видел свет. Вам кажется, я плачу. Я не плачу. Я праве плакать, но на сто частей порвется сердце, прежде чем посмею я плакать. Шум мой, я схожу с ума. А в знак того, что я гораздо больше, чем я кажусь, вот вам мой кошелек и все, что в нем. Вы встретите, наверное, корделью. Вот вам мое кольцо. Вы ей покажете приявки и от нее узнаете поздней, кто я, ваш незнакомый. Ну и гроза, пойду за королем. Я руку вам пожму. Вы б не хотели прибавить что-нибудь еще? Хочу. Два слова и притом о самом важном. Кто первый не вредет на короля, а я пойду в ту сторону, в эту, и тот сейчас дай другому знак о том. Хорошо, ваш выход. Бьемся! Мелче! Дуй! Ветер! Дуй! Пока не лопают щеки! Мелче! Мелче! Велей, дочка, без метра, и затопи верхушки клювыру на колоколе. Класс! Отбивайся! Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! А-а-а-а! Мелче! Быстрые, как мысль, деревья расщепляющие, жгите, мое светое молодое. Почему не было бури? Я просил ураганы, потоки дождя, а вы ответили хлюпанием и посвистыванием. Я требовал, чтобы раскалывались дубы, а в ответ только мухи пердали. Я буря, я дождь и ветер, огонь и дым, а вы кормили меня жалкой барабанной дробью, пригодной для похорон. О, Всевышний, прости, Боже, ибо они не веруют, что творят. Я оглох от шорохов. Норман, Норман, ты погубил меня. Я был близок к цели, надо было чуточку подтолкнуть, и я стяжал бы великую славу за смелость. Но вокруг была пустота, молчание, легкий трепет, брызги, кружение ватных пушинок, шерест мотыльков. Мне требовалось буря, а не мокрая изморозь. Надо что-то делать. Я требую объяснения по поводу этой накладки. Буря, с бурей. Все? Прекрасно, сэр. Теперь, кучим чаю, сэр. Лично-то вы жалуетесь, когда все на самом деле в порядке. А сегодня все в порядке, это не вызывает никакого сомнения. Вы справились со всем этим, сэр. Или, как вы любите говорить, вас заставили справиться. Вы были великолепны, сэр. Это не я так считаю, а так Миледи считает. Она именно так сказала, великолепны. Сэр, я не могу, конечно, толком оценить сцену бури, но я слышал, как вы произносили нищие и те в нужде имеют. Меня бросило в дрожь. Вы прошу меня, простите, пожалуйста, но я не помню, чтобы вы когда-нибудь были так переполнены чувством. Давайте прилежем, сэр. Давайте прилежем. А Тортен, сэр, Тортен был весьма бойким шутом. Вы знаете, держался на авансцене, ни разу не слонил вас от света и вообще не был так назойлив, как этот Девенпорт-скон. А, забавная деталь, сэр. Во время бури, когда мы все колотили и дубатили, как безумные, к нам вдруг присоединился, знаете, кто? Оксан, да, он крутил эту машину, ручку, как заведен. И я ему говорю, ну что же, мы некое братство, и вы один из нас, хотите вот, или не хотите. Он что-то буркнул там. Еще чаю, сэр? Спите? Измотали меня. Свиньи. Ненавижу этих свиней. Простите, сэр. Кого вы все время имеете в виду? Критиков? Критиков. Чтоб я ненавидел критиков, да я не испытываю к ним ничего, кроме жалости. Стоит ли ненавидеть слабоумных уродов или покойников. Ублюдки. А тогда про кого вы? Что про кого? Ну, кого вы так ненавидите? Норман, дай отдохнуть, не приставай с расспросами. Дай отдохнуть. Только не уходи, пока я не засну. Не оставляй меня одного. О, я совершенно бесил. Уф. Уф. Продолжение следует... Продолжение следует... Спит? Кажется. Идите, Норман, я побуду с ним. Так, пожалуйста, не разбудите его, хорошо? Он очень устал. Что, мой выход? Нет, еще антракт. Норман сказал, что по твоим словам, Кисенко, я сегодня был великолепен. Я ничего такого не говорила, он все выдумал. Так что ты хочешь мне сказать? То, что говорила всегда. Тебе известен мой ответ. Сегодня в своей речи под занавес попрощаешься с публикой. Не могу. Не хочешь? У меня нет выбора. Сдохнешь. Что же я могу поделать, Кисенко? Я человек подневольный, жалкий, трус, боящийся кнута. Неправда. Ты упрямец. Жестокий и безжалостный упрямец. Неправда. Нет, это правда. Послушай. Ты удивительно непроницательен для актера, а? Ну-ка, давай. Мобилизуй свою фантазию, свои способности. Вот попытайся хотя бы на секунду почувствовать то, что чувствую я. Вот с чем мне приходится справляться. Я понимаю. Но ты нужна мне рядом. Я прошу тебя. Остановись. Я больше не могу. Если бы это было возможно. А это возможно? Нет. Это возможно. Но ты же прекрасно понимаешь, что ты обманываешь только себя. Если бы это было так, разве я играл бы здесь под бомбами, рискую жизнью? Вздор. Что? То. Что ты никогда и ничего не делаешь бескорыстно. И еще навязываешь свои правила игры другим. Например, мне. Причем насильно. Даже не прибегая к услугам закона. Неужели формальный брак имеет для тебя такое значение? Ну, зачем ты все переворачиваешь? Тем более и сознательно. Мне следовало бы вылгнуть у нее согласие на развод. Ну, ты не развелся, потому что ты хотел получить титул. Не правда. Правда. А ты знаешь, в чем твое преимущество, а? Ты же всегда делаешь только то, что выгодно тебе. Тебе одному. И никому другому. Ведь есть только ты. Ты один. Не надо кисонь копить лежачую. Сэр. А? И миледи. А? Сэр, да. Да, ты просто заштатный актер, колесящий по провинции. И никакой ты не гений, влияющий на умы. Сэр. Сэр и миледи. Боже мой. Какое это все вранье. Да ты посмотри на себя. Посмотри. И посмотри на меня. Мы же оба просто посмешище. Знаешь, кисонька, кажется, сегодня я впервые увидел Лира. Точнее себя таким, каким он видит меня. Когда я дошел до фразы, нищие тем в нужде имеют что-нибудь в избытке, мое я вдруг отделилось от меня. Мои мысли парили надо мной. Меня наблюдали откуда-то с высоты. И казалось, что я сам говорю или слышу чей-то голос. Ну, давай же, давай, ты не все еще отдал, не отступай. И я наблюдал за Лиром. Я не знал, что будет дальше, что его ждет. Я увидел старика. И этот старик был я. И я знал, что предстоит еще многое. Но что блаженство и частичное возвращение в разум, новая мука и смерть. Все это, как я знал, я должен еще увидеть. Увидеть за пределами себя. Понимаешь? За пределами. Меня тошнит. Меня тошнит от всего этого. От холодных поездов, холодных вокзалов, холодных воскресеньев, холодной пищи на ночь. Только от одной мысли, что нужно упаковываться, распаковываться, от запаха заношенных костюмов. Чтоб и не трико меня тошнит от этого бесконечного чтения статей, где пишут, что я лучшая в плохой труппе. Знаешь, так на уровне, не более. И что я не могу тягаться с тобой твоими талантами. Мне надо было давно уйти от тебя. Давно? Мне надо было принять предложение мистера Фельдмана и уехать с него в Голливуд. Конечно, какая дура. Почему я этого не сделала? Давно бы снивалась. Господи, как же мне надо было уехать, а не сидеть здесь с этим сторончиком. Как это Голливуд обошелся без тебя. Все в порядке? Ну, так как меня там чехвостили? К чему такие слова зато? Потолкался-то я в толпе. Чего только не наслужился. Я такого антракта просто не помню. Знаете, вы бы Микеланджело напомнили, Блейка и еще не знаю кого. А один молоденький летчик с перевязанной головой стоит, бедненький, в буфете и плачет. А пожилой джентльмен, в молодости, видимо, блондин, сейчас совершенно седой, тонкая кожа, изящные руки, утешает его, как может. Ну-ну, говорит, Эвелин, ну-ну, Эвелин, это же всего лишь пьеса. Только мне было чудно это слушать, сэр, потому что я подумал, а не будь это пьеса, и этот ну-ну, Эвелин так бы не расстроился. Микеланджело, говоришь? И Блейк. Будь повнимательнее, миледи. Я всегда к ней внимательнее. А сейчас будь втрое внимательнее. Что так? Возраст такой. А, понимаю. Головокружение, приливы. Она сейчас очень сосредоточена на себе. Ну-да, приближение климакса. Будь повнимательнее. Я не хочу ее обижать. Давайте-ка приляжемся. Пока там пойдет сцена ослепления Глостера, и до выхода со словами «Нет, они не могут мне запретить чекание деньги», нам требуется тишина. Как сказал глухой статист настройщику фортепиано. Вам что-нибудь еще надо, сэр? Только забвение. Ну, это рано или поздно придет. Причем, чем позже, тем лучше. Спите, сэр. Я вас разбужу заранее, и вы появитесь на сцене в чудливом венке с полевых цветов. Спите, засыпайте, горюшка не знаете. Позови мэдж. Позови мэдж. Хорошо. Слушаю, сэр. По-моему, все как надо. Кроме вашего первого выхода. Подойди. Возьми меня за руку, пожалуйста. Холодный, как лед. От страха. Чего вы боитесь? Будущего. Вы хорошо понимаете, с кем вы разговариваете? Это же я, мэдж. На меня не надо производить впечатление. Послушай меня. Пойми, я не шучу. Потому что впервые в жизни будущее от меня скрыто. Вокруг меня нет друзей, меня не греет ничьё сочувствие. Я ощущаю лишь безмерное одиночество. Издержки профессии. Вы хотели меня видеть? Зачем? Я считаю тебя своим единственным другом. Мне пора вернуться в кулисы. Ты, кажется, говорила, мы уже 20 лет вместе. Да. И ты была счастлива? Стоило оно того? Нет, счастлива я не была. Да, оно того стоило. Мать Голубч, я хочу подарить тебе всю мою подборку рецензии. Ничего не хочу слушать о вашем завещании. Рецензия, которую я собирал всю жизнь с самого первого выхода на сцену. И хвалебные заметки, и ругательные. Ну, ругательные не все, только некоторые. Рассказывай обо мне хоть иногда. Артисты живут только в людской памяти. Какой-то нелепый разговор. Вас не забудут. Мать Голубчик, у меня тут кое-что для тебя. Я хочу, чтобы это кольцо было у тебя. Если и ценить вещь по ее владельцу, то это кольцо моя самая большая ценность. С этим кольцом на пальце Эдмунд Кин играл в пьесе название, который как нельзя лучше выражает то, что я сейчас чувствую. Новый способ платить старые долги. И ты будешь всем рассказывать, что это кольцо носили Эдмунд Кин и я. Как-то несколько лет назад я хотел было подарить тебе это кольцо, но ты тогда была моложе, я решил, что ты можешь меня неправильно понять. Такой подарок от мужчины женщине легко понять неправильно. Я знаю, меня считают бесчувственным, но ведь я не слепой. что ж, я всегда знала, что вы догадываетесь о чувствах старой девы, стоящей в кулисах. Вы правильно поступили, что не отдали мне это кольцо раньше. Я жила надеждой. По крайней мере, я ежедневно вас видела, была вам полезна. я довольствовалась тем, что имела, всегда знала свое место. только ты, только ты по-настоящему меня любишь. кто там? Это я, Аня. Я принесла оборуду, сэр. Входи. Положи ее на столик. Я вам очень помешаю, сэр, если что-то скажу. Смотря что именно. Я просто хочу поблагодарить вас. За что? За сегодняшний спектакль. Он еще не доигран. Я гордилась тем, что и я была на сцене. Открой средний ящик, возьми оттуда мою фотографию. Айрин, сэр. Айрин. Я люблю приходить в эту комнату. Я ощущаю здесь какую-то силу, какую-то непонятную тайну. Может быть, в былые времена здесь облачались первосвященники? Меня охватывает трепет, как будто я проникла в святилище. В святилище? За преддверь. Подойди поближе. Ты хочешь стать актрисой? Да. Страстно. Страстно хочу. Страстно хочешь. Каждой клеточкой своего я. Каждой клеточкой своего я. И готова отказаться от всего остального. Готова, сэр. Но придется пожертвовать тем, что большинство людей называют жизнью. Я готова, сэр. Под каким знаком ты родилась? Скорпиона. Хорошо. Чистолюбие, скрытность, преданность, безудержное нет, ревность, самое нужное в театре качество. А ноги у тебя красивые. Дай мне взглянуть. Повыше. еще. Повыше. Еще. Еще. Очень красивые. У лучших актрис ноги, как колоды. Худышка. Костика, как у печушки. Ты, наверное, плохо питаешься. Но совсем еще девочка. Вот то, что надо! слишком поздно. Поздно. погаси свет. Повыше. Повыше. Попался, птичка. Пусти меня! Не бейся. Крепкая. У меня крепкая рука. Что же ты затеяла? Я думала, что он лучше. Лучше кому или чего? Позвольте спросить. Ой, я думала, что он не справится. Он еще не справился. Ну, давай, я жду. Что? Красочного рассказа. Давай, давай, не то я вешу тебе хорошую оплюху. Тебе бы следовало знать, что происхождение неважного и, бываю, крут, когда выведут из себя. Ну? Я думала, мы друзья, но Орландо будет. А, я тоже так тупо, Айрин. Долго буду помнить тот день, когда привел тебя в наш театр. Первый раз я тебя увидел в мебельном цехе Пелос театра, да? Где воняло столярным клеем, гремели ведра. Гляжу, прижал тебя один женатик в костюме марокканского принца, а ты вся перепачкана краской до живота. Да, да, я сказала, вам не тревожьтесь, я не болтлив, только не попадать сможешь в такие истории. Ты меня поблагодарил, мы свалили чайку, поболтали. Так-то ты меня отплатила, Айрин. А что я такого сделала? Сама расскажи. Про что? Про сэра Джона, про нашего руководителя и вождя, про нашего духовного отца, которому мы всем обязаны. Ай, Айрин, ты вообще, ты вообще-то понимаешь, что такое для нас, сэр Джон? Ты что, не видишь, в каком состоянии? Айрин, ну, говори. Я скажу. Птичка, я тебе сейчас так сделаю, что... А ну, попробуй. Ударь, я тогда пожалуюсь ему. Пожалуюсь? Я скажу сэру Джону, тогда непременно пожалуюсь ему. А ты этого не сделаешь, Айрин, боже мой. Как я перепугался, даже его в штаны напустил. Значит, пожалуешься, да? Да полюбал я от тебя и на твои жалобы. Пожалуется она, чтобы докричаться до сэра Джонова в его теперешнем состоянии, нужен голос подромче, дикция получше, чем паршивые статистики. У последней в трупе, стоящей на выходах при их визите. У дренушки, точнее, у тебя, пожалуется она. Да ты даже не сможешь ему внятно сказать, что согласен с ним потискаться где-нибудь. На следующей неделе, пожалуется она. Ты думаешь, я не знаю этой игры? Я знаю эту игру. Или я, по-твоему, 19 окаянных лет балую этого несчастного, одеваю его шута этого старого, стираю его пропотелые, выпая грязные спотники. Не знаю, что копошится в последней извилине его хваленого ума. Да, пожалуется она. Мы позволяли себе, знаешь, мы позволяли себе кое-что. Птихаря. Не обделяли себя радостями. Вот то, что надо! Он прокричал, что именно Айрин, что сделал сэрджон. Ну, скажи мне, что сделал сэрджон? Я должен это знать. Айрин, ну? Он поднял меня на руки. Поднял? Тебя? Угу. Ой. Я, конечно, догадалась, о чем он думает. Он поднял меня на руки, а потом сказал, совсем еще девочка. И поднял меня на руки. А потом он сказал, вот, то, что надо. И я лежа в его объятии, поняла, что это он про мою молодость, про новизну чувств. А что ты смеешься? Что ты смеешься? Я была у него, все так и было. Он весь дрожал, и я тоже в его руках. Я стала частью его тем, что ему надо, понимаешь? Молодость! А потом я вдруг на миг закрыла глаза и представила себе, как он несет меня на руках. Меня мертвую молодую корделию. А-а-а-а. Детка. Видишь, ему не нужна молодая корделия. Ему нужна корделия поменьше веса. Ну, совсем тоненькая. Взгляни на себя и сравни себя с миледи. Нет. Нет? Ему нужна моя молодость. Ты думаешь, он тебя первую возвешивал? А как, по-твоему, миледи получила работу? Я... Она тоже была когда-то тоненькая, такая стройная, выходила в роли Пажа с картой. Я в один прекрасный вечер стала младшей дочерью Лиры. Я прекрасно помню, как это было в те самые гастроли, когда Винсанский Дош наградил Ланселот такого трипера. Трипером, так, чтобы ростом не отриваться про молодость. Нас уже не волнует ни молодость, ни красота, ни прелести кинозвезды, только умеренный вес, Айрин, умеренный вес. Было время, мы могли справиться с чем угодно, его тогда назвали неуемный. Вы времена прошли, Айрин, исчезли. Сила, энергия, что впереди? Неизвестно. Так что дуй отсюда, Айрин, дуй отсюда, не скребись у него под дверью и не вздумай меня слушаться, Айрин. Помни, помни, что в роковых словах в понедельник можете не приходить, есть свой зловещий смысл. Так что дуй отсюда, птичка, веди лодку с другого причала, наша, боюсь, уже прохуделась. Начинается второй акт, сэр. Так они говорили Микеланджело и Блейк, сэр. Это очень важно, но он англичанин. Я понял, что они имели в виду нравственное величие. знаете, сэр, я разговаривал с этой девушкой, она только с виду такая легенькая и вообще сейчас ни ко времени какие бы ни было перемены в трупе. Я в великом долгу перед тобой, Норман. Я должен, должен расквитаться со всеми долгами. Сейчас же прекратите, не то я расплачу, сэр. Господи, как от тебя разит. Сколько ты выпил? Меньше Норман. О, Яко, Яко. Из другой пьесы, сэр. Ты мне нужен трезвый. Я трезвый. Вполне. Дикция нормальная, поведение обычное, настроение шикарное. Ничего смешного. последняя атака. Надеюсь, ты готов к ней. А вы, мой милый, что? А вы, мой лир. Внимание, всем приготовиться к финалу спектакля. Сэр Джон, ваш выход. Бедняжку удавили. нет, не дышит. коню, собаки, крыси, можно жить, но не тебе. Тебя навек не стало. Навек, 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 навек. Разбейся, сердце, как ты не разбился. Какой тоской душа не сражена, быть стойким заставляют времена. Все вынестарый твердый не сгибаем. Мы, юные того, не испытаем. За минус, пожалуйста. Мы побенили в жизни днем. Замвес, АПЛОДИСМЕНТЫ Замвес, Теперь сэр Джон Вадим. АПЛОДИСМЕНТЫ Милор, Глорды, леди и джентльмены, благодарю вас за тот прием, какой вы оказали величайшей из всех английских трагедий. Мы живем в опасные времена. Темные силы грозят уничтожить нашу цивилизацию. И мы, простые артисты, по-солдатски воюем за правое дело в этой великой битве. Завтра мы даем Ричарда. Ричарда Третьего. Я самолично буду играть в короля Горбана. В субботу днем Миледи, моя супруга, будет играть порцию. 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 А я злосчастного еврея в венецианском ковце. В субботу вечером мы вновь попробуем свои силы в трагедии, собравшую вас нынче, и я опять пройду через стекчайшие испытания, когда-либо выпадавшие на долю артистов. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ На следующей неделе, Бог даст, мы будем... В изборне. В изборне. В изборне. А зато великодушие, с каким вы приняли наш ревностный труд, позвольте мне от лица моей супруги, моих сотоварищей и моего собственного поблагодарить вас и заверить, что я остаюсь вашим преданным и покорным слугой. И еще раз повторяю, спасибо, спасибо. 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 Что с тобой будет? Нельзя ли поточнее, сэр? Что будет с тобой, если я не смогу продолжать? Вы знаете, сэр, со мной никогда ничего не случается. Я живу без приключений, сэр. А вдруг я больше не потяну? Для этого нет никаких оснований, зачем же зря ломать голову, сэр. Но я тревожусь и тебе, дружок. Иди, да-да. Ты бы мог наняться стюардом на корабль. И бросить театр, да? У меня и знакомые судовладельцы, они бы помогли тебе. Прошу вас, сэр, и сами не беспокойтесь. Их тоже не надо беспокоить. Но что ты будешь делать? Что смогу, сэр? Что мы завтра играем? Завтра? Завтра мы играем Ричарда, сэр. Опять? Кто составлял репертуар? Не знаю, кто составлял этот чёртов... А, вы сами, сэр. Падёнщина. Падёнщина. Чёртова. Падёнщина. 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 Любовь, это главное. Спасибо. Значит, я вас не подвел. Угостить Джеффри стаканчиком пива, Норм. Да не надо. Спасибо не нужно. Вы знаете, у меня сегодня... Спасибо, Норм. Такое состояние, чтобы в моем возрасте доказывать другим, что ты можешь. Ваше здоровье, сэр. И ты будь здоров. До дна, до дна, Джеффри, до дна. Могу я спросить вас о чем-то, Ставина? Конечно. Вот шут, занятная роль. Выкладываешься полтора часа, а потом совсем исчезаешь со сцены. Просто вы говорите, что меня, мол, повесили. А кто? За что? Нет, ну правда, это, по-моему, несправедливо. Мое объяснение таково, что в одни Шекспира Шута и Кордели играл один и тот же актер. Они прекрасно разводились в спектакле Шута и Кордели. И к тому же еще экономия на жалование. Понятно. Значит, ничего не изменилось. Значит, я вас не подвел? Нисколько. Спасибо. Спасибо, Старина. Спокойной вам ночи. Спокойной ночи. Простите, сэр. Я вас долго не задержу. Я знаю, вы очень устали. Когда вы наставляли меня перед спектаклем, я подумал, да зачем мне это надо? Я никогда не стремился к высотам. Играл маленькие роли, был счастлив. Нет, я играл неплохие роли, но в провинции. Да и, конечно, глупо в моем возрасте ждать каких-то больших ролей. Но ведь война подбрасывает разные неожиданные возможности. Молодые все на фронте. У меня сына мобилизовали. Он сейчас в плену в Триполе. Вы извините, ради Бога, я вас заговорил. И это все к тому, что при случае я охотно сыграл бы роль получше. А надбавки жалований мне не надо. Буду помнить о тебе. Извините. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Цель, Хороший парень и Бог. Давайте разгримировываться, сэр. Надеюсь, сегодня Вильям остался нами доволен. Был у меня друг, сэр. Слушай, не надо. Был у меня друг с изумительным голосом. Но потом у него этот изумительный голос пропал. Где-то в Колвенбей от морских туманов. Но потом, сэр, к нему этот изумительный голос вернулся. И знаете почему? Потому что он сказал себе. Даже массовка поет. Или что-то в этом роде. Ты надрался, Норман. Я надрялся? Да. Надрялся? Вы переходите границы, мой любезный. А ну, дыхни. Ну что, я слаще, чем у самого Уинстона Черчилля. Пьяный ты мне ни к чему. Ты еще не переоделся? Я сегодня какой-то вялый, Кейсенька. Ну, я не буду тебя ждать. Поеду домой, попробую растопить камин. Я долго не задержусь. Спокойной ночи, Норман. Спокойной ночи, Миледи. Право даже не знаю, благодарить вас или нет. Нет, прошу вас, не надо. Я терпеть не могу, когда меня благодарят. Спокойной ночи. Спокойной ночи, Миледи. Кто там? Мистер Оксенби. Не волнуйтесь, сэр. Я его сейчас... А что вам угодно, мистер? Я знаю, что мне угодно. Мистер Оксенби. Мистер Оксенби. Мистер Оксенбураль. Мистер Оксенби. Еб sem mulherIT. Я ехал. Верните мне, пожалуйста, мою рукопись. Он же не будет её читать, я же знаю. Он сегодня какой-то вялый. Встал. Встал от всех своих призывов бороться, выстоять. Одну минуточку, мистер Оксомби. Все страницы, мистер Оксомби. Старомодный лицемер. Не надо сейчас, мистер. Что? Что? Смерть тиранам. Что он сказал? Вы передайте ему, что я буду искать себе другой ангажемент. Я буду работать в труппе, где не будет эксплуататоров. А кто возглавит такую труппу? Я сам. Да-да, будьте любезны. Не сбрасывайте его со счетов. И меня тоже, и миледи. Она дома благородная. И её папаша... Видал я его, видал я его. В роли Калибана. Грим был хорош, и всё. Сокройте дверь. Имели бы чуть больше успеха, были бы чуть подобрее. А ваш нос, Норман, сегодня краснее обычного. Что он хотел? Я эксплуататор? В своё время у меня в труппе работало даже несколько настоящих большевиков. И это я эксплуататор. Много, вы понимаете, в носах. Много, вы понимаете, в носах. Что с вами? Что с вами, Саша? Я устал. Ужасно устал. Вся комната пляшет перед глазами. Попробуй достать мне такси в этом богом забытом месте. Успеем. Успеем ещё, сэр. Не плачьте, сэр. Не надо. Ничего не осталось. Прекратите. Сейчас же прекратите, сэр. Сэр, был у меня дробь. Послушай, меня уже тошнит от твоих друзей. Их у тебя без числа. Это же прекрасно, сэр. Причём всяких, знаете, и унылых, и чувствительных, и впавших в отчаяние, сэр. Это же прекрасно. Ну, прости меня. Я не навязываюсь, но считая меня своим другом. Никогда не впадающим в отчаяние. Я же извинился. Никогда. Никогда не впадающим в отчаяние, сэр. Никогда. Никогда не впадающим. Может быть, изредка. Поначал. Поначал. Или на Рождество, когда некому играть шарады. Но в театре, хе-хе-хе, нет. В театре с ним такого не случалось. В конце концов, в его епархии есть всё. И красота, сэр. О, какая красота. И солнечный свет. И здесь всякую боль переносится, сэр. Потому что здесь мы протнились кровью, сэр. Кровью здесь мы протнились. Я тоже здесь не искорыстис. Ха-ха. Никто не может меня упрекнуть в низменных побуждениях. Никто. У меня есть всё, что надо. И я никогда никому ни с чем не навязываюсь, сэр. Конечно, у меня всегда всё получается, сэр. И я никогда не впадаю в отчаяние. Просто никогда, сэр. Не впадаю в отчаяние. Я начал мою жизнь. Что? Принеси мне мою книгу. Я написал вступление. О! Найди это место. Не больно-то много, сэр. Что там написано? А? Моя жизнь. А что, хорошее название, сэр. Моя жизнь. Без претензий. Моя жизнь. Посвящая посвящение. Эта книга посвящается моей любимой кисне. Всё с больших букв. Очень благородно, сэр. Которая была моей неизменной вдохновительницей. Всем настоящим артистам. Неизменно сохраняющим веру и стойкость. А также всем тем, кто отдает свои силы театру. Не обретая за это большой славы. Ну, какой вы человек, сэр. Таких людей. Осветителем, плотником, батафором. Рабочим сценой. Рабочим сценой. Зрителем. Которые смеются и льют слезы. Настраивая свое сердце в унисон с нашим. И, наконец, ну, сэр. И, наконец, памяти Шекспира, прославлению Коева, служит наш труд. Моя жизнь должна быть написана. Поппора. Поппора. Попу. Погодите, погодите. Освятителем, плотником, бутафором. Ну, сэр, как же так? Что с вами, сэр? Ну, не умерли же мы, по-самому-надели. Помните, как в той пьесе, «Нет-нет, ты лжешь, не умер, я чужое принял лишь обличье». Теперь вошли реплика, сэр. Мэтш! 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 На сцене вы умирали иначе, а тут как-то незаметно и просто для вас. Мэтш! Нет, постойте, постойте, постойте. А я? А как же я? Что мне делать? С тюрдом на корабле, плотником, бутафором, осветитель? Сволочь! Неблагодарная сволочь! Даже не вспомнил. А, стойте! Да, кстати! Кстати, а кто нам заплатит? Да-да-да-да, я про то. Останутся в кассе деньги после выплаты подоходного налога. Ведь знаете же вы, что нам не доплатили? От того, что вы померли в четверг, еще не означает, будто нам можно не заплатить. А, ну, конечно! Конечно! Вы же святой, мы в святилище. Не смей, Норман, писать на алтарь. Бэтч! Бэтч! Челнеливая важенка. Ты думаешь, только ты его любила. Выйдите отсюда, сэр. Трижды повернитесь вокруг... Да, через левое, сэр. Через левое. И воротитесь назад. Назад, 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 назад. Послушайте меня, сэр. Был у меня друг. У кого ума крубится, тот слезет, и дождь играет, тот не дайся. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха- КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ